Продолжение следует... 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 Итак, тема сегодняшнего нашего заседания – это как повысить эффективность лекарственной терапии, ну и, соответственно, как же лекарственная терапия влияет на достижение целевых показателей. Мы оцениваем лекарственную терапию в общей структуре оказания медицинской помощи и основываемся на использовании субвенций, которые выделяются каждому субъекту. По нашей информации, опять же, предварительный средний показатель использования субвенции на лекарственное лечение в Северо-Западном федеральном округе – это 73% за 2022 год. То есть 73% от всего финансирования федерального проекта борьбы с онкологическими заболеваниями для субъектов в Северо-Западном федеральном округе направляется на лекарственное лечение. И структура этого лекарственного лечения, здесь вот вы видите на графике динамику, до начала федерального проекта, это 2019 год, доля на химиотерапию составляла 65%, и вот видите, что к 2022 году показатель применения химиотерапевтического лечения снизился до 42%. И одновременно с этим вы видите о том, как увеличивается у нас доля применения моноклональных антител и комбинированного лечения химиотерапии и моноклональных антител. И сейчас данный показатель уже достиг практически 38% по сравнению с тем, что было в 2019 году, когда показатель был на уровне 25-27%, что означает, что пациенты в наших субъектах действительно начинают получать эффективное лечение в соответствии, опять же, с клиническими рекомендациями. Одним из показателей эффективности лечения также оказывает и доступность этого лечения для пациентов в субъектах. Как вы видите на графике, здесь показано распределение применения различных типов лекарственного лечения в центрах амбулаторно-онкологической помощи. Конечно, есть у нас некоторые субъекты, в которых доля химиотерапии в ЦИОПах достаточно высокая, это Калининградская область, Ленинградская область, Республика Карелия. И о чем это может говорить? То есть, это не говорит о том, что в этих субъектах хуже оказывается медицинская помощь. Она, вот на следующем слайде мы можем посмотреть детальную информацию, она может говорить о том, что действительно лекарственное лечение приблизилось к пациенту. Ну, например, на Ленинградской области можно оценить, что у нас практически все медицинские организации, это центры амбулаторно-онкологической помощи располагаются за пределами города Санкт-Петербурга и практически на границе Ленинградской области. Это и город Выборг, Тихвин, Кингисепп. И видите, что в сравнении с городом Санкт-Петербургом в Ленинградской области преобладает химиотерапия, потому что пациенты, ну, и вообще в целом основное лечение у нас химиотерапевтическое, и, соответственно, эти пациенты у себя по месту жительства получают как цитостатическую терапию, так и в ряде случаев моноклональные тела и гормонотерапию. И, опять же, это говорит о том, что пациенту нет необходимости приезжать в город Санкт-Петербург. И, конечно, как с нашей точки зрения, что эффективность лекарственного лечения как раз зависит от того, где пациент получил лечение, в какие сроки получил лечение, ну и, соответственно, соблюдение интервалов между химиотерапией. И здесь Вы видите о том, что в городе Санкт-Петербурге в ряде случаев даже в ЦАОПы переданы достаточно большие объемы, вплоть до 20% моноклональных антител. То есть это означает, что в этих центрах амбулаторно-онкологической помощи вводятся препараты моноклональные. И даже, несмотря на то, что у нас в городе есть и большие центры онкологические, они все равно выделяют часть объемов на лечение пациентов в центрах амбулаторно-онкологической помощи. Ну и останавливаясь на проблемах, я здесь попытался структурировать основные проблемы, которые у нас возникают с субъектов. Прежде всего, это отсутствие медицинской документации правильно оформленных информированных согласий, это отсутствие подписи пациента либо врача, это отсутствие информации об осложнениях химиотерапии, лекарственного лечения и отсутствие информации о возможных осложнениях лечения. Это несоблюдение цикличности введения лекарственных препаратов, опять же, отсутствие медицинской документации об основании переноса сроков лечения и в 28% случаев перенос срока не обоснован и связан с организационными проблемами. Это как пациент не госпитализировался, потому что не было места для госпитализации в эти сроки, либо не было лекарственного препарата. Ну и, соответственно, это все мы оцениваем в рамках наших визитов. Ошибки при внесении информации в реестр счетов – это отсутствие информации по молекулярно-генетическим исследованиям при проведении таргетной терапии, это расхождение информации о фактически проведенном лечении с информацией в реестре. Опять же, почему мы на это обращаем внимание? Потому что неверное указание в реестрах счетов приводит к тому, что этот случай может быть неоплачен, а в ряде случаев это может привести к тому, что на организацию накладываются еще и штрафные санкции вплоть до 100% от оплаты медицинской помощи. Ну и, соответственно, это все приводит к тому, что у организации получается меньше финансирования, ну и, соответственно, меньше вариантов того, что у пациента, вернее говоря, у организации хватит денег для обеспечения всех пациентов необходимыми лекарственными препаратами. Ну и ошибки при планировании объемов лекарственного лечения. Во-первых, о том, что все равно остаются организации и субъекты, которые планируют на основе ретроспективных данных. Ну это такой самый простой способ. Это посмотреть, сколько было в прошлом году потрачено лекарственных препаратов и закупить на 10% больше. И формирование акцентов закупки лекарственных препаратов на одной из нозологий в ущерб другим. Ну опять же мы видим вот такой вот дисбаланс, когда, например, закупается какой-то один лекарственный препарат, который занимает больше 20-30% от финансовых затрат медицинской организации. Однако он применяется для лечения 50-10% пациентов. Ну и, соответственно, идет это все в ущерб оказания медицинской помощи остальным пациентам. Ну и в заключении хотелось бы выделить основные направления, по которым мы работаем, по которым хотелось бы, чтобы субъекты отрабатывали. Это первое. Необходимо усиливать контроль за вносимой информацией в медицинскую документацию. У нас разработано учебное пособие, которое позволяет автоматизировать процесс проверки внесенных данных в медицинской информационной системы для того, чтобы исключить ошибки. Это необходимо автоматизировать процесс выгрузки информации реестров счетов из медицинской информационной системы для того, чтобы исключить ошибки при перенесении информации. И опять же мы знаем о том, что сейчас в ряде организаций работа в медицинской информационной системе – это работа врачей, а работа специалистов-статистов они уже вносят в ручном режиме данные в реестр счетов. Ну и, соответственно, большое количество расхождений в этих сведениях. Также необходимо осуществлять контроль и наблюдение за пациентами, получающих лекарственное лечение, опять же, не только на этапе госпитализации, но и на этапе нахождения пациента вне медицинской организации между циклами. Михаил Альбертович уже сказал на мероприятии, которое было на прошлой неделе в городе Санкт-Петербурге о том, что необходимо контролировать динамику пациентов, необходимо собирать с них данные и в рамках фармаконадзора у тех пациентов, которые находятся дома, так и наблюдать за этими пациентами дистанционно для того, чтобы исключить развитие негативных осложнений, которые связаны с последующими госпитализациями в непрофильной организации. Также необходимо проводить телемедицинские консультации с федеральными учреждениями при определении тактики лечения в сложных случаях и для редких злокачественных образований. Как вы знаете, что у нас эти случаи все прописаны в порядке оказания медицинской помощи по профилю онкологии ТО-16Н, ну и мы видим, конечно, что не все медицинские организации из даже наших субъектов направляют к нам на консультацию этих пациентов. Пациенты приходят уже после, например, это касается и герминогенных опухолей, когда они пролечены неправильно, есть какие-то дефекты, не вовремя пациент получает лечение, ну и, соответственно, опять же, это все влияет на эффективность лекарственной терапии. Необходимо рассчитывать закупки лекарственных препаратов в зависимости от структуры заболеваемости в субъекте, а также от структуры контингента, стоящего по диспансерным наблюдениям. Как мы знаем, что сейчас уже можно определить, сколько пациентов примерно из находящихся под наблюдением, получивших лечение за последние 5 лет, скорее всего, запрогрессируют в следующем году и, соответственно, уже планировать закупки с учетом этих контингентов. Это позволит сократить затраты на закупку препаратов, в которых сейчас нет необходимости в субъекте, ну и, соответственно, обеспечить оптимально всех пациентов необходимыми лекарственными препаратами. Ну и, конечно, это усилие взаимодействия с медцами по вопросу назначения лекарственных препаратов для того, чтобы мы, как эксперты, назначали лекарственное лечение в соответствии с тем, что у вас есть в субъектах, какие препараты, и максимально для пациента сделать удобным процесс взаимодействия с нашим центром, с другими федеральными центрами путем применения дистанционных технологий. Благодарю за внимание.